Только самые сильные и выносливые в Наринмаре финишировал ежегодный традиционный турслёт школьников «Золотая осень». На территории Центра арктического туризма школьные команды из Наринмара искателей Красного и Тельвицки продемонстрировали навыки походной жизни, умение работать в коллективе, знания родного края и творческие способности. Программа турслёта началась с 10-километрового похода, затем обустройство лагеря на территории Центра арктического туризма и участие в творческой программе, где каждая команда представила свою визитную карточку, а капитаны сразились в звании лучшего. На второй день ребята показали умение ориентироваться по азимуту и попробовали себя в роли пожарного. Всего в турслёте «Золотая осень» приняло участие 9 команд. Одна из них – команда села Тельвицка. Готовиться к турслёту начала ещё в прошлом году. Ну, обычно, да, мы готовились-то как бы больше по верёвкам, очень жалко, что в этом году их убрали. Золотая ползание. Палатки собирают на скорость, а сейчас её убрали. А вот как у своего команды на дистанции? Ну, обычно, что в том году, что поздно в том году, всё время были мы в первых местах, а в сей год ушли мы далеко от первого. На шестое место скатились. Трудная задача выпала и на организаторов турслёта. Определить победителя оказалось непросто. Каждый показывает в какой-то определённой сфере. У кого-то лучше получаются туристские навыки, у кого-то лучше творческая программа. Кто-то находится в серединке, но при этом он выходит в лидеры. Сегодняшний день, конечно, будет достаточно такой серьёзный и решающий. Но самое главное, что кто здесь лидер – сами дети. По итогам турслёта «Золотая осень» третье место у команды четвёртой школы. Второе – у посёлка Красной. И золото себе забрала первая школа.